Сокращение пассажирского транспорта продолжает быть самой обсуждаемой темой первой рабочей недели 2017 года. Амичи, замерзающие на остановках после отмены двух десятков частных маршрутов, готовы в буквальном смысле биться за возвращение привычных газелей. Интернет пестрит возмущенными постами и обращениями, а на телефон Департамента транспорта Омска не дозвонится, жалобы поступают с самого утра и до позднего вечера. При этом оптимизация в полной мере еще не прошла, часть ликвидированных маршруток продолжают работать на линиях. Ольга Качкурова подробнее. Не на чем уехать, абсолютно не на чем уехать. Скажите, вот тут есть проблема, да, с транспортом? Конечно, конечно. Хорошо еще маршрутки есть, спасибо им. Нашего департаментского транспорта нет, не на чем уехать. Восемь, полвосьмого вечера не уехать. Совместный рейд автоинспекторов, чиновников Департамента транспорта и Госавтонадзора по отлову нелегалов на омских маршрутах, а вернее тех перевозчиков, кому запретили на них работать, на глазах превращается в стихийный митинг. У кого-то сдают нервы. Ну как это нам теперь быть? Вот до больницы добираться нам, пенсионерам, это вообще сложно. Вот маршрутка единственная. Туда на 63-й нам далеко идти, а здесь нам рядышком. Мы вышли и доехали. Ну это что за дела такие вообще? Они не думают о людях, что ли? Такие морозы люди стоят на остановках, мерзнут. Ждать долго. Но она через круговую идет, а эта прямо идет. И то, и другое надо. Там детская поликлиника. Девятая медсанчасть. Народу туда очень много ездит. И как добираться мы будем. Выжидать опять на остановке муниципальный транспорт 22-й автобус. Получив такую народную поддержку, водитель упраздненного 322 маршрута, всех пассажиров, скопившихся на остановке, решает везти бесплатно. Садились все. Пока теперь уже нелегального перевозчика, полицейские лишь предупреждают об ответственности. В случае повторного нарушения водитель заплатит штраф. Предприниматель штраф до 300 тысяч рублей. На водителя 5 тысяч рублей. 5 тысяч, я считаю, что это приличный штраф для любого водителя. Поэтому, я думаю, рисковать никто не станет. Все маршруты как один, так и ходят. Пока подсчитать, сколько маршрутных такси теперь выходят в рейс незаконно, сложно. Но в Дептрансе обещают продолжить рейды и отловить каждого нарушителя. Навести порядок планируют за неделю. А параллельно принимают жалобы от имечей, недовольных исчезновением привычных маршруток. Звонки есть, да. Мы их анализируем по количеству звонков. То есть, где отменены маршруты и поступает большее количество звонков, мы выезжаем на место, работаем, обследуем ситуацию на месте. Изучаем пассажиропоток, изучаем количество автобусов, работающих на данных направлениях. А пока в Департаменте организуют рейды, анализируют и выясняют, муниципальные автобусы, чьи маршруты дублируются теперь уже нелегальными перевозчиками, по-прежнему ездят без пассажиров. Ольга Качкрова, Сергей Степанишин и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск. Новости. 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 Новости.